всем привет добро пожаловать на мой канал если вы не первый раз здесь вы заметили что у меня сменились декорации потому что вещаю вам с нового места с канарских островов если вы смотрели мои видео путешествиях я упоминала о том что я очень плохо переношу холод и зиму я не люблю холод и каждый год стараюсь выехать или в юго-восточную азию или в латинскую южной америки и в этом году я определилась ближе к африке и сейчас я на канарских островах когда быстро происходит смена жительства вот такой атлантический перелет и все меняется сразу разительно в глаза бросает этот контраст и когда я теперь уже живу в канаде и вот приехала в испанию до канарские острова это часть испании мне многое в диковинку стало хотя я до этого жила три года в барселоне перед тем как начала путешествовать по миру тем не менее я привыкаю заново к европейскому стилю жизни в этом видео я хочу сравнить то что мне сразу броситься с глаза различия между жизнью в канаде и на канарских островах или так в общем сказать различия жизни между северной америка и европой надеюсь вам будет также интересно как это вот сейчас очень интересно мне первое что бросается в глаза это то что люди ходят по улицам в канаде вы на тротуарах никого не встретите все передвигаются на машинах если конечно то там не торонто не ман рай небольшой город в основном это поселки где у каждого машина и даже в магазин все едут никто пешком не ходит то здесь конечно в европе особенно столицы европейские они манят да вот своими переулками есть такой вот некий шарм побродить по улицам затеряться мне это очень нравится потому что я уже отвыкла от просто ходьбы если в канаде я делаю усилия осознанное что надо выйти из дома надо пойти в парк себя заставить там сначала вдоль дороги идти где много трафика то здесь это само удовольствие я за день нахаживаю там 10 километров даже не задумываясь там пошла в магазин какие-то там дела все уже находила то в канаде люди даже выходят специально на такие как круги вот спортзале есть спортзал и вокруг него вот круг такой где они ходят просто ходят потому что так ходить не принято хотя есть и парки но вот для них парк выйти это тоже целое событие там это планирует они выезжают на машинах в этот парк там в субботу или воскресенье и такого как family activity как семейное времяпровождение а так чтобы просто вот походите нет этого я затем очень-очень скучала следующий момент который сразу бросился в глаза это когда наступило время утренней чашечки кофе если в канаде у всех своя капсульная кофемашина а то и две покупается такой большой ящик там по сто подвесить их капсул и никто никогда не задумывается о кофе то здесь квартира которую я сняла она была без кофемашины а с туркой а турки я уже отвыкла я не знаю как как я знаю но я уже отвыкла заваривать в ней кофе а так чтобы выйти вот купить кофе это не тот режим как в канаде в канаде ты заехал там steam hortons или starbucks взял себе этот картонный стаканчик и поехал дальше или там пошел по улице если это офисное здание то здесь ты выходишь это кафешечка в которой сидят много местных и они вот берут себе этот завтрак когда какая-то плюшечка какое-то хлебное изделие и вот эта маленькая чашечка кофе которая стоит от 90 центов если это эспрессо 50 миллилитров и если там кофе с молоком то евро 20 евро 50 вот евро 50 такая распространенная цена но эта порция такая маленькая я больше 150 миллилитров как-то и не видела здесь вот 100 буквально а в канаде за два доллара канадских что где-то полтора американских вам нальют вот 700 миллилитров такую огромную чашку огромный картонный стаканчик кофе и конечно к этому привыкаешь но это думаю не есть хорошо мне нравится что здесь кофе это будет такой социальный ритуал когда люди встречаются они общаются они сидят они говорят друг другом они просто взяли и побежали по делам это то что вот разительно сразу бросил сне в глаза следующий момент из серии хорошему привыкаешь быстро это сушка белья я уже привыкла что рядом с стиральной машиной стоит сушка и вся стирка происходит как загрузил стиральную машинку нажал пару кнопок затем взял это белье переложил его в сушилку там нажал кнопку и все и затем уже вынимаешь белье чистое сухое приятно то здесь надо его развешивать это конечно наверное смешно но уже отвыкла я от этого и я не буду говорить о том что нет отопления на канадских островах да и в испании по моему вовсе нет центрального отопления хотя вечером здесь опускается температура там 14 15 градусов и помещение прохладно поэтому это белье сушится где-то пару дней если внутри сушить если снаружи то до солнце плюс 23 но тем не менее и не то чтобы я там прям жаловалась но это такое интересное наблюдение другой момент это культура выноса еды так называемый take out когда вы или заказываете и затем приходите там в кафе в ресторан и берете эти контейнеры с уже готовой едой или вы в ресторане заказали блюдо но порции огромные вы не съели и вы попросили то что осталось упаковать и унести с собой это очень распространенная практика в канаде в штатах попросить вот чтобы вам вашу же еду в контейнер упаковали здесь такого нет я когда пошла в этот ресторан я не съела была большая порция что кстати было удивительно потому что обычно в европе порция как раз вот чтобы ты наелся раз это в канаде принято чтобы порция была огромная чтобы там уже не знаю сколько человек наелась то здесь такую порцию мне принесли я попросила чтобы мне ее упаковали в итоге мне принесли пластиковый контейнер который наверное они в этом ресторане использовали на кухне чтобы хранить продукты потому что я так поняла у них не было во что упаковать понятное дело что то наверное так не везде я уже нашла места где есть специальные контейнеры и они даже осуществляют доставку еды но это не так распространено как в канаде в канаде у каждого места у каждого даже самого фешенебельного ресторана будут контейнеры потому что порция как правило большие даже для местного населения и это практика взять с собой еду очень распространена здесь на так посмотрели мол окей и кстати говоря у еди на вынос кофе тоже не принято до брать с собой поэтому здесь нет специальных стаканчиков картонных для кофе нам хорошо известных с того же макдональдс и старбакс они используют местные здесь какой-то такой просто такой маленький стаканчик одноразовый чуть ли не пластиковый для вашего кофе раз мы уже перешли в тему еды ресторанов я заметила разницу в обслуживании очень она медленная здесь потому что люди никуда не спешат вы пришли в ресторан вы можете ждать минут десять как вам подойдет официант потом затем он куда-то уйдет минут через десять появится принять ваш заказ и больше всего что меня удивляет это как долго надо ждать счет когда вы уже поели готовы уходить еще минут десять-пятнадцать вы ждете пока вам принесут счет почему потому что в испании стиль жизни очень медленный и выйти поесть ресторан это значит не просто там удовлетворить свою физическую потребность еде а это больше пообщаться посидеть даже если то просто бокал вина на протяжении часа двух часов и вот таким образом уже наверное ресторан и бизнес привык что никто никуда не торопится а в канаде все таки даже если то ресторан вы пришли все достаточно быстро и другой момент это чаевые если в канаде это не то что обязательно это как знаете как уголовно наказуемо ну я шучу но все оставляют чаевые не оставить чаевые это значит это очень плохо хотя бы хотя бы минимум 10 15 процентов а вообще 20 процентов то здесь я когда ставила чаевые причем в очень таком хорошем ресторане официант был так доволен он прям не так заулыбался я очень удивилась такой реакции потом спросила свою подругу которая живет как мол почему он так на меня смотрит такой удивлен она говорит никто так чаевые не оставляет не принято мне было приятно такая реакция потому что в канаде даже когда ты оставляешь чаевые если ты оставил меньше 20 процентов официант мол типа окей то есть они это воспринимают должным что все должны оставить чаевые и если вы не оставляете или оставляете меньше там 15 процентов мол там будет такая немножко кислая мина хотя другой момент когда вы когда происходит обслуживание официант канаде будет очень улыбаться вам особенным момент когда приносится счет может быть написано сразу спасибо смайлики там чуть ли не сердечки звездочки или во время оплаты официант начнет прям но очень улыбаться и начинает такую светскую беседу задавать какие-то вопросы спрашивать на как все понравилось там как погода как дела ну такое вот что-то знаете из серии лишь бы поговорить но конечно в этот момент он за он повышает вот качество восприятия обслуживания потому что кажется что он такой дружелюбный что вы ему нравитесь и конечно же вы оставляете чаевые больше чем намеревались к примеру вот эти все такие психологические уловки в испании этого нет все просто искренне улыбаются мне понравилось что барселоне что здесь сейчас на канарских островах официанты реально рады видеть хотя они за это даже не получают чаевые возможно получают конечно но тем не менее намного меньше уж не 20 процентов как привыкли к этому в канаде следующий момент который тоже очень важным наше время это мобильная связь если в канаде самый дешевый пакет куда будет там входить 500 мегабайт будет стоить 50 долларов как минимум плюс налог то здесь у меня за 7 евро 5 гигабайт в месяц и у меня с головой хватает качество замечательное и я очень очень довольна конечно сравнивать с канадскими ценами наверное не совсем правильно потому что в канаде цены на телефонную связь самые высокие в мире но в сша тоже там завышенные мне кажется расценки на мобильные данные пусть они будут чуть ниже но все равно где-то там 30 40 долларов если вы хотите вот номер телефона то в европе это намного намного выгодней и качество интернета меня настолько радует она намного быстрее чем роутер который у меня тут стоит следующий момент будет интересной девочкам такой женский вопрос вопрос маникюра я очень ждала переезда в европу думаю наконец-то найду нашего специалиста и у меня будет классный качественный маникюр в итоге что получилось я приехала написала в местную группу есть такая прям группа в фейсбуке тенерифе для русских или русские на тенерифе и спросила посоветуйте мне классного мастера откликнулись несколько человек и одна женщина прям говорит ну вот здесь есть такая классная испанская мастерица к ней прям весь город ходит я думаю но окей она так близко находится мне не надо никуда ехать и она свободна почему бы нет пошла к ней в итоге я очень очень расстроилась потому что я ногти мои наверное сейчас не видно в камеру но они отвратительного качества у них такая идеология философия что кутикулу обрезать не надо потому что таким образом будет только больше бактерий попадать ее надо оставлять окей там вы оставили мне кутикулу но так и как-то обгрызли в общем и лак держался буквально один час после самого маникюра и за все это удовольствие я заплатила но правда не так-то много в в канаде бы я заплатила намного больше здесь маникюр с педикюром не обошлось в 23 евро в канаде это бы обошлось маникюр педикюр где-то около 100 долларов поэтому как попробовала разочаровалась еще раз и поняла что все-таки лучше наших специалистов по вот таким вопросам эстетики как маникюр педикюр мне еще предстоит испанский парикмахер посмотрю как это пройдет все-таки наши специалисты пока мне нравятся больше более тщательно подходят выполнению своей работы и пока делала маникюр поняла насколько испанцы разговорчивые у меня была женщина которая мне делала маникюр и ее коллега и вот мы втроем мне задавали много вопросов просто массу вопросов о жизни в канаде я отвечала но я так отвечу кратенько и они начинают между собой общаться и как-то вот громкость их разговора увеличивается увеличивается у меня после маникюра просто голова была квадратная отвыкла от того что люди так много говорят друг другом в канаде все-таки это более сдержанно вас спросили как дела понятное дело что-то формальность там вы ответили буквально какие-то разговоры в основном о домашних питомцах там что где как и все вот такая формальность то здесь на эмоциях обсуждает да мы бы там канаду никогда бы не переехали нас тут и солнце нас тут его и 5 10 и так далее но мне это очень нравится что народ любит любит свой стиль жизни это классно это супер и это видео думаю вам показала что нет одного такого прекрасного места где все идеально что все зависит от вас что вам больше нравится мне данный момент нравится бы здесь но я понимаю какие есть недочеты ежедневной жизни в данной местности и мне было бы интересно услышать от вас как вы думаете вот вам бы хотелось выехать и жить в европе почему вы думаете что допустим европе жизнь лучше или вам бы все-таки интереснее было бы переехать штаты в канаду почему вы думаете что там лучше и если какие-то вопросы по теме задавайте я могу записать о том как иммигрировать в канаду или в испанию если вам эта тема интересна потому что очень специфическая тема все-таки меня канал пока больше о фрилансе и о том что можно путешествовать и зарабатывать чего я вам и желаю спасибо за просмотр надеюсь было интересно и до новых встреч до новых встреч